Продюсер 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 Ветка будет без десятого уровня Она будет уходить в текущую ФВ 183 Плюс в 9.5 мы добавим систему Индивидуальных боевых задач Это большие боевые миссии На достаточно длинный промежуток времени С большими Существенными наградами для игроков Их нужно будет выполнять Недавно в игре появился Развлекательный режим Я бы сказал гонки где шесть танков боролись за то, чтобы захватить флаг и по пути перестреливались друг с другом. В ближайшее время ждет ли что-то подобное или, возможно, какие-то изменения касутся именно сегодняшнего ивента? Гонки достаточно фановый, веселый ивент. Он будет работать, как и футбол, примерно две недели. Плюс мы проводим большой турнир по гонкам на текущий момент в районе 300 тысяч зарегистрированных игроков. Мы планируем продолжать развивать это направление, то есть какие-то прикольные фановые ивенты, которые помогают отвлечься от рандома, то есть от регулярного All of Thanks на какой-то промежуток времени. На текущий момент нельзя сказать, когда конкретно выйдет следующий режим, но мы будем продолжать радовать игроков такими приятными вещами, как футбол и гонки. И еще такой вопрос. Какая судьба ждет класса, который недавно был буквально просто опущен до неузнаваемости и многим игрокам все-таки не понравилось то, что его топовая пушка стала очень долго перезаряжаться и тем самым, не знаю, многие просто перестали на нем играть. Ну, исправление, разделение КВ-1С давно достаточно напрашивалось, потому что танк безапелляционно доминировал на своем уровне, на шестом уровне техники. Единственное, кто мог противостоять, это Хелкетт, но все равно, то есть КВ-1С был топовым танком-агибатором своего уровня и разделение напрашивалось. Мы изначально вообще не планировали оставлять вот это знаменитое его орудие, но в итоге решили, что мы просто изменим его характеристики в чуть худшую сторону, но само орудие оставим, то есть оставим танк примерно в таком же виде, как он был, с изменениями в ТТХ орудия. Пока что делать ничего не планируется, посмотрим со временем, как по статистике, то есть по количеству играющих на нем, но пока что планов вернуть к вас обратно нет. И также хотелось бы узнать, что произойдет с 10-м британским средним танком, который должен был перейти в премиум танки. На текущий момент принято решение о замене 10-х уровней СТ и ТТ у британской ветки. Это будет сделано в следующем году. Мы уже выбрали танки, которые придут им на замену. Тяжелый танк это будет один из первых прототипов Чифтана, а средний танк это будет Центурион Экшн-Х, с более прочной башней, то есть более подходящий по характеристикам на 10-й уровень. ФВ-42-02 станет премиум танком, единственный незакрытый на текущий момент вопрос, это будет ли он раздаваться игрокам и каким образом. То есть есть несколько версий. Наиболее рабочие, что все те, кто прокачал его, открыл, смогут выполнить на нем боевую задачу, не сложную, и если они ее выполнят, то получат его в качестве 8-го уровня премиум танка в ангаре. Также хочется задать вопрос, то есть какие могут появиться изменения, именно связанные, допустим, с изменением брони? Если недавно многие танки были также урезаны, а некоторые, наоборот, прибавили в весе и вновь начали пользоваться популярностью, то какие изменения ждут тех танков, до которых все еще не дошли руки Wargaming? Постепенно руки доходят до всего. Сейчас основной упор мы будем делать на 10-м уровне техники, потому что там есть определенные проблемные машины, китайские, например. Но будем постепенно пересматривать, что-то ребалансить, что-то апать. То есть все зависит от того, что будет показывать статистика и ощущения самих игроков. Также многих игроков интересует вопрос, появится ли в премиум-магазине на КВ-5. То есть кто-то все еще не успел его приобрести и все еще желает заполучить его. Некоторые даже просто покупают какие-то ненужные вещи в магазинах, где есть бонус-коды на КВ-5. Как именно вопрос в этом решится? В открытую продажу мы танк возвращать не планируем, потому что он достаточно специфичный. И из-за радиста знаменитого, из-за башенки спереди, он будет периодически продаваться по каким-то акциям, либо ивентам, но в постоянную продажу возвращен не будет. Планируется ли еще китайскую, японскую ветку дерева развития наполнить какой-то новой веткой, допустим, ПТ, артиллерии или чем-то другим? В следующем году мы планируем выпустить ветку японских тяжелых танков. У китайцев достаточно уже сформирована ветка артиллерии ПТ-САУ, но мы пока не решили, будем выпускать или нет, потому что все-таки китайская ветка, она из большего является клоном либо советской, либо каких-то танков европейских наций, либо американских, поэтому судьба не решена. Но японские тяжелые танки в следующем году игроков ждут. Заговорив о ПТ-САУ, то есть также хочется узнать, вернут ли им былую славу, которая была, когда они раньше пользовались действительно популярностью, а сегодня уже на них немногие отважатся поиграть. Как с ними, что с ними произойдет в дальнейшем? На самом деле после ребаланса ПТ-САУ их количество действительно в боях уменьшилось. не достигло критической низкой точки, то есть люди играют. Но это была необходимость, потому что нужно было бороться за силием ПТ-САУ в рандоме, которое было определенное время. Сейчас кажется, что все на своих местах. И что вы можете добавить, то есть о чем еще мы с вами не успели поговорить, возможно какие-то нововведения ожидают и не только в игре, но и сегодня. То есть в Игромире что-то представят именно посетителям Игромира, какие-то, может, ценные призы, что еще появится? На этом Игромире мы впервые презентуем, в первую очередь, прессе, и у игроков есть возможность в закрытом виде, без фотографии и съемки, поиграть в наш новый проект World of Warships, который совсем скоро выйдет в закрытый бета-тест. Плюс мы презентуем, в World of Warships мы презентуем новый класс авианосцы, который не показывали ни на Gamescom, ни на E3 до этого. На нашем стенде можно каждый день выиграть большое количество призов, в частности, игровые ноутбуки, достаточно просто прийти на игровые зоны и набрать наибольший результат за один час по количеству полученного опыта. Что касается планов, еще о планах, то сейчас мы интенсивно работаем над Хавоком и новой физикой движения объектов. И как только мы будем готовы что-то показать, будем показывать. Хавок сейчас добавляется на новую карту Старинград, которая, в принципе, из большего уже готова, но отдельные объекты нужно дорабатывать, учитывая новую модель разрушений. Как только карта будет готова, мы ее обязательно покажем, и в этом году она выйдет. И также хочется задать такой вопрос, когда заходишь на Игромир, действительно можешь заметить, что Wargaming буквально заполонил половину игрового зала, и там очень стильно стоят два спорткара, которые кому-то сразу в голову приходит идея о том, что в том году Wargaming разыграл две замечательные машины, и многие считают, что в этом году эти же машины будут разыграны среди игроков. Так ли это и чьи это машины вообще? Ну, это не наши машины, это машины наших коллег из Mail.ru, которые презентуют свой новый проект, и я не могу сказать, разыгрывают они их или нет. В этом году, то есть у нас в качестве главных призов, мы решили сделать больше призов, чтобы хотеть больше аудитории, но сделать их чуть менее дорогими, чем машины. То есть в этом году это игровые компьютеры, ноутбуки и так далее. То есть больше стоит очередь на том, что действительно нужно настоящим геймерам. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. С нами был разработчик игры World of Tanks, и всем спасибо, всем пока!